Получил талон в электронной очереди и переписывайся в смартфоне, пока не позовут к окошку. Впрочем, отсутствием очередей в наше время мало кого удивишь. Есть в миграционной службе и более технологичные новшества. Теперь заявки и всевозможные анкеты можно заполнять, не выходя из дома, а в офис службы приходить уже за готовыми документами. Давайте свидетельство о рождении и паспорт. Для маленьких посетителей в зале устроено специальное место, чтобы не скучали и не озорничали, пока мама занята важным делом. Олеся Мегеря живет и работает в Видном. Этим летом она вместе с детьми решила отправиться на один из заграничных курортов. Естественно, понадобился заграничный паспорт. Оформила все на портале госуслуг. Ничего сложного нет. В интернет, по-моему, у каждого есть. То есть можно открыть госуслуги, просто набрать в браузере. И открывается госуслуга, и набираете, зарегистрируетесь. И там все наглядно написано. На следующий день у вас уже пришло на электронную почту, что ваши документы приняты. Татьяна Вишневская, старший инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому району, показывает, как происходит процесс. В тот момент, когда кто-либо из клиентов отправляет запрос с портала госуслуг, у нее в компьютере сразу появляется вся информация. И далее все движение бумаг фиксируется в электронном виде. У нас сразу же они идут поступления, как поданные. Вот, например, новое покровение. Вот статус поданный идет. Потом, когда мы их принимаем, просматриваем, переходит в статус принятые. Далее, когда мы все обработки делаем, все проверки, если все хорошо, то мы переводим в статус оформления. Отправляем на госуслуг, когда он переходит в госуслуг, мы его граждан уже приглашаем, переводим на статус приглашения. Для тех, у кого дома нет доступа к интернету, в зале миграционной службы также установлен компьютер, где любой желающий может оформить заявку и подать необходимые документы через портал госуслуг. Кроме всего прочего, тот, кто оплатит пошлину через интернет, получает и солидную скидку в 30%. Больше обращается через портал госуслуг. Это более актуально. Есть процентная скидка по госуслугам. Есть один человек, оформляет заграничный паспорт. Это одна госпошлина. А если там целая семья, четыре человека, то есть для бюджета это очень экономично. Принимая во внимание, что размер государственной пошлины в разных случаях от 500 до 3,5 тысяч рублей, экономия получается весьма существенной. Аналогичным образом оформляется, например, приглашение для иностранцев на посещение России. Подают, и мне не надо что приходить со всем пакетом документов. Сидя дома на диванчике, мне подали приглашение. В течение месяца мы проводим обработки документов, и через месяц мы приглашаем гражданина уже за готовым приглашением. Система самостоятельно известит заявителя с помощью письма по электронной почте о том, что его документы готовы. Отпадает необходимость постоянно звонить и спрашивать о готовности бумаг. Таким образом, свой 25-й день рождения миграционная служба встречает как современная и технологичная организация. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.